Добрый день, уважаемые господа! Ко мне, как к действующему веб-дизайнеру и веб-программисту, а также как к преподавателю этих дисциплин, часто обращаются с таким вопросом, как можно эффективно изучить веб-дизайн или веб-программирование? Как, начиная с ноля, очень быстро можно освоить то или другую специальность, чтобы в самое ближайшее время можно было зарабатывать деньги. Да, эти специальности на рынке труда весьма востребованы сейчас, и специалисты этого профиля будут всё нужнее и нужнее с каждым годом. А так как растёт спрос, то растёт, соответственно, и предложение. Я бы хотел выделить основные четыре группы способов изучения и освоения этих профессий. Это, во-первых, поиск знаний в интернете. Далее, поиск по книгам. Третье, стационарные курсы. И четвёртое, достаточно новое и перспективное направление. Это онлайн-видеокурсы. Предлагаю рассмотреть каждый из этих пунктов подробно. Итак, первый и самый распространённый способ получения знаний – это через интернет. Он наиболее доступный, а цена его минимальная, потому что нужно платить только за интернет-подключение и за время, то есть за долгие часы, которые придётся просидеть в поисках нужной информации. Но при получении знаний этим способом у вас нет точного определения желаемой специальности. Например, человек, пожелавший стать веб-мастером, как правило, считает, что ему достаточно освоить фотошоп, потому что в фотошопе изготовляется подавляющее большинство проектов для сайта. И этого вполне достаточно. Вы можете представить себе дизайнера машин, который не имеет представления, что такое движок машины, какие у него размеры, какие у него требования к окружающей среде. Можете представить себе дизайнера, который не знает физиологических возможностей человека и как бы создаёт машину в соответствии с неуёмным полётом своей фантазии, не обращая внимания на физический рост человека, длину рук, ног, которые поставят педали управления машиной над головой. И только потому, что так ещё никто не делал, так оригинально. Также и веб-мастер должен учитывать особенности движка, для которого он изготавляет дизайн, особенности человеческого восприятия сайта, особенности поисковых машин, которые должны высоко индексировать сайт, чтобы его находили пользователи, и многое другое. То же самое можно сказать и об веб-программистах, которые должны учитывать много факторов, и не только относящихся к специфике языка программирования, на котором делается сайт. Также к минусам можно отнести и то, что при поиске знаний в интернете вы можете попасть на сайт, где вам как бы авторитетно заявляют, что нужно делать то-то и так, хотя это может написать человек, который никогда этого не делал, а только прочитал в каком-то источнике, да не совсем всё правильно понял, и соответственно всё это переначал на свой лад. Человеку же на начальном этапе изучения определить, где написано профессионально, а где нет, практически невозможно. Но даже если человек и нашёл достаточно профессиональные сайты, с которых он может почерпать очень много полезной информации, на этих сайтах нет структуры, информация разбросана, и чтобы её собрать, разложить по полочкам, нужно потратить очень много времени, и этот метод называется методом проб и ошибок. Но лучше учиться не на своих ошибках, и даже не на ошибках других, а на занятиях. К следующим недостаткам можно отнести низкая способность к усвоению. То есть, когда у вас открыта страница какого-нибудь сайта, вы эту информацию можете только увидеть, и только так её прочитать. То есть, у вас задействован только один канал приёма информации, визуальный, а два других, слуховой, то есть, когда вы информацию воспринимаете на слух, и моторный, когда вы записываете эту информацию, у вас не работает. В результате чего вам нужно потратить очень много времени, усилий, нервов, чтобы получить какие-то не структуризированные знания. Поэтому я никому не рекомендую начинать изучать какой-либо предмет с поиска информации в интернете. Поиск знаний в интернете хорош и превосходен, но только на том этапе, когда вы точно знаете, что вы ищете. То есть, ответ на чётко поставленный вопрос. Причём вы чётко знаете, как это должно примерно выглядеть, и чётко умеет разгранить высокопрофессиональную информацию, от низкопробной и вредной. Перейдём к следующему источнику получения знаний. Поиск по книгам. В книгах, как правило, информация подготовлена на очень высоком уровне. И автор в данном случае отвечает за уровень и качество предлагаемой информации. И издательство не возьмёт на себя труд чатать что-то низкопробное. Поэтому, практически взяв любую книгу, можно с большой уверенностью сказать, что там заложено очень мудро и практично. Кроме этого, в книгах всегда имеется масса различных жизненных примеров. Потому что книги, как правило, пишут практики, которые знают своё дело. И поэтому, если вы представляете, какие знания вам необходимы для освоения конкретной специальности, вы можете набрать книг и сидеть, заниматься самостоятельно. В удобное время и в удобном темпе. Последний пункт. Очень значимый тому, что когда у вас болит голова или какой-то другой недух, заниматься достаточно сложно. Однако, когда вы в хорошем расположении духа, то и учёба идёт в удовольствие. Также немаловажно и темп. Если посещая какие-то курсы для объяснения, выбирая темп подачи материала, рассчитанный на среднего студента, для людей, которые быстро усваивают информацию, этот темп неприемлем. Им становится скучно. А для людей, которые медленно усваивают, такой темп не позволяет качественно усвоить всё то, что излагает преподаватель. В результате в знании получаются пробелы. Все преподаватели это прекрасно знают, даже стараются разделить группы. Но не всегда это получается. Кроме этого, сказывается и разная предварительная подготовка слушателя. А в книге же человек, прочитав один раз, может остановиться, задуматься, прочитать другой раз. И если что-то не понял, он может как раз обратиться к интернету и найти там более, на его взгляд, понятное толкование этого вопроса. К минусам же учёбы по книгам можно отнести то, что, как правило, книги по программированию, да и дизайну, относятся всё-таки к технической литературе и написаны сухим, жёстким языком, что делает чтение книги менее интересным, а порой кажется даже и нудным или занудным. Второе. Хотя в книгах и печатается очень много примеров, но редко можно найти такое издание, где не было бы опечаток. И студенты очень часто жалуются на то, что набрав код из книги, он не работает. И студент не может понять, то ли он где-то допустил ошибку при наборе кода, то ли ещё где-то не понял, и приходится ему обращаться либо в интернет, либо к преподавателю. Третье. Информация в книге, так же, как и в интернете, плохо воспринимается, по той же причине, что задействован только один канал восприятия, два же другие бездействуют. Следующим недостатком изучения предмета по книге является то, что книге нельзя задать вопрос. Если что-то не понял, ответ нужно искать в другом месте. И последнее. Без помощи человека, который бы хорошо знал предмет вашего изучения, невозможно подобрать хорошую толковую книгу. Только проконсультировавшись со специалистом, вы можете подобрать именно то, что вам нужно. А вот на курсах этих минусов не существует. Или существуют они частично. На курсах, которые надо посещать, у преподавателя уже как бы по умолчанию заложен высокий уровень знаний и способности подачи материала. Потому что ни один учебный центр не возьмёт на себя риск нанять преподавателем совершенно неподготовленного человека. Так же, как и в книгах, у преподавателя всегда много разобранных примеров. Но в отличие от книги, преподаватель отвечает за качество этих примеров и хотя бы косвенно следит за степенью усвоения вами материала. А если где-то и не уследит, вы всегда можете задать ему вопрос. Впрочем, студенты почему-то стесняются это делать в аудитории и, как правило, вопросы задают на перерывах или после занятий, что, естественно, значительно снижает уровень восприятия студентам. Потому что преподаватель в таких ситуациях может воспользоваться только одним речевым каналом передачи информации. И редко ему удаётся что-либо показать. Ну и для многих, наверное, самое главное то, что после прохождения курсов вы можете получить некоторый документ об образовании. А документ об образовании тем более за нами рассматриваемые специальности более чем желателен. Минусом же стационарного обучения можно отнести то, что у них достаточно высокая цена. Причём, чем более высокопрофессиональный педагог, тем цена выше. И бывает, что такие курсы стоят сопоставимо с годовой зарплатой, которую получает выпускник этих курсов. И то, что в книгах является преимуществом, то есть темп подачи информации на стационарных курсах, это, конечно, большой минус. И с этим студенту нужно считаться. И ещё один достаточно существенный недостаток, о котором бы мне хотелось вам сказать, это для курсов нужно выбирать специальное время. Мало того, что присутствие на курсах требует очень много времени, но ещё нужно много времени для того, чтобы до них добраться и вернуться с них. Но если вы пропустили какое-то занятие, то для вас специально никто объяснять дополнительно не будет. Могут только так, чисто конспективно, тезисно изложить то, что вы пропустили. Но самым простым и легкодоступным способом обучения является онлайн-обучение, то есть видеокурс. Студент, подписавшийся на видеокурс из любой точки, где существует подключение к интернету, в любое время дня и ночи может включить видеоурок, прослушать его несколько раз и получить максимально возможный эффект. Но давайте начнём. Итак, к плюсам онлайн-видеокурсов можно отнести следующее. Во-первых, это современная методика, в которой задействованы все три канала приёма информации. Каждая просматриваемая вами лекция разбита на блоки по 2-3 минуты. Причём эти блоки меняются, как клипы, и у слушателя от этого нет усталости, и каждый следующий блок он воспринимает так же легко, без потери качества, как и первый. Но не буду раскрывать всех секретов этой методики. Скажу лишь одно, что она зарекомендовала себе с самой лучшей стороны. Многие слушатели это уже признали. Так же, как и на стационарных курсах, здесь недопустимо подача информации не специалистом. Потому что, чтобы преподавать на таких курсах, нужно быть сертифицированным преподавателем именно в этой области. У студента открывается полная свобода в определении своего времени вместо занятий. Причём, если у него в один день нет времени, а в другой день времени очень много, то он в первый день может совершенно не заниматься, а во второй и последующие дни прослушивать два, три и более занятий. Причём, объём получаемой информации студент сам себе устанавливает по своему желанию и, естественно, физиологическим возможностям. Ещё один плюс онлайн-видеокурсов заключается в том, что слушатель, так же, как и читая книгу, определяет темп, так же, как и в книге, он может к любому непонятному для него месту вернуться один, два, сколько угодно раз. Если на занятиях студенты стесняются переспросить у преподавателя непонятый вопрос, то здесь, прослушав несколько раз, любой студент может написать преподавателю, какое место, в каком видеоуроке ему было непонятно, получить на него квалифицированный ответ. То есть, как вы видите, онлайн-видеообучение собрало в себя положительные черты и изучения с помощью книги, и посещения курсов, так же, как и в книгах, и на стационарных занятиях. Здесь рассматривается много примеров. К каждому занятию выдается домашнее задание, то есть, нужно практически что-то сделать, что позволяет учащемуся, с одной стороны, полученные теоретические знания расширить навыками, а с другой стороны, преподавателю контролировать уровень усвоенного материала каждым студентом, чего, естественно, на стационарных курсах достичь невозможно. То есть, студент вначале первый раз прослушивает лекцию, только глядя на монитор, и воспринимает информацию, используя слух и зрение, а когда он прослушивает эту же лекцию второй раз, всё то, что делается у него на экране, он должен повторить, параллельно просматривая лекцию. Таким образом, включается и моторное восприятие информации. После этого, то есть, в третий раз, студент должен уже без использования видео самостоятельно выполнить то, что делалось у него на мониторе. Таким образом, достигается классический вариант учебного процесса, когда студент сначала получает знания, потом вырабатывает навыки и в заключении приобретает умения, чего, естественно, невозможно добить, получая знания из интернета или по книгам. Два этих источника информации очень хорошо работают и очень нужны, но только когда они работают в связке с другими формами обучения. Ну и в заключении, все учащиеся выполняют дипломное задание и получают государственный документ об образовании, такой же, как и на стационарных курсах. Минусом же онлайн обучение является, пожалуй, единственная необходимость подключения к интернету и на достаточно хорошей скорости. Так что, просматривая эту беседу, если у вас возникали некоторые проблемы при просмотре видеоролика, онлайн видеокурс вам не подойдет. Всех же остальных будем рады видеть на наших занятиях. Никогда не поздно начинать учиться, особенно у нас. До скорых встреч!